Жители города Азбест в Свердловской области объявили войну Алкоточке, круглосуточно собирающей рядом со своим входом шумные пьяные компании. Впрочем, пока в этой войне побеждает Алкоточка. Принадлежащий индивидуальному предпринимателю Нохрину и работающий по федеральной франшизе магазин Пивко является одним из типичнейших симулякров нашего времени. Когда чего-то нельзя, но очень хочется, то можно. По закону Свердловской области розничная продажа пива после 11 вечера запрещена. Но если пиво налить в пластиковую бутылку и не закрыть крышкой, то это вроде уже и не розничная продажа, а на разлив. А если на витрину выложить закуски, то это вовсе и не магазин, а закусочная, то есть общепит. Не беда, что в этом пивбаре нет кружек для пива, молодежь наловчилась пить из горла. Не беда, что нет столов и стульев, подойдет и крыльцо магазина. Таким образом, каждую ночь жители дома номер 4 по улице Мира и сами оказываются в одном большом пивбаре с музыкой, ревом моторов и, конечно же, выяснением отношений. Вот что нам написали асбестовцы, отправившие в редакцию свои видеонаблюдения. Добрый день. Помогите закрыть точку общепита, работающую круглосуточно в цокольном этаже многоквартирного дома. Писали уже везде. В администрацию, Роспотребнадзор, полицию. В администрации отписались в вежливой форме, что это не в их компетенции закрыть магазин. Участковый сказал, что данный магазин сложно закрыть по причине, что законодательно у них все оформлено отлично. Не прикопаться. Возле этого магазина постоянно шум, гам, мат, грязь, общественный туалет. Полно несовершеннолетних. Регулярно происходят драки. То, что муниципальные власти и правоохранительные органы не имеют законных оснований для закрытия этого магазина, охотно верим. Сеть Пивко работает по всей стране и во всех регионах примерно по одной схеме. Значит, им удалось найти слабые места в законе о борьбе с алкоголизмом. Но жители-то страдают не от работы этого магазина. В нем не орет музыка и не устраиваются пенные вечеринки. Жители страдают от поведения покупателей этого магазина. И если они нарушают закон о тишине, о распитии спиртного в общественном месте, о нахождении на улице в нетрезвом состоянии, хулиганят или дерутся, что в этом случае мешает полиции применить делегированную им народом власть? Тем более, по словам местных жителей, опорный пункт полиции находится то ли в этом же, то ли в соседнем доме. Нет, полицейских понять можно. Когда все местные гопники всю ночь тусуются у тебя перед глазами, как-то спокойнее. Значит, они не грабят кого-то в этот момент, не лезут в чужую квартиру, не домогаются девочек. Выглянул в окно, о, на месте, хлещут пиво, но немножко между собой бузят, пускай, все под контролем. Но мирным, что называется, жителем этого дома что делать? Вообще окна не открывать, даже в 30-градусную жару? Справедливости ради нужно сказать, что магазин «Пивко» на Мира не единственное в Возьбесте место, где ночь-полночь толпится молодежь с сиськами пива. Есть еще пара-тройка таких злачных мест, но это для полиции задача вполне по силам. Два-три раза привлечь к административной ответственности за употребление спиртного на улице, оштрафовать за нарушение тишины или справленную в кусты нужду, глядишь, посетители «Пивка» скромнее станут себя вести.